Всем привет! С вами снова Папа Арчи и его любимый Гершан. Мы продолжаем читать дальше энциклопедию про космос. Итак, почему же Млечный Путь называется Млечный Путь? Стойте, я думаю, поздоровался. О, поздоровайся мой дорогой. Привет, дорогие друзья! Сегодня мы читаем про космос, продолжаем читать. И сегодня мы читаем о Млечном Пути. О Млечном Пути. Что такое Млечный Путь? Это вот такая наша. Это наша галактика, все правильно, в которой находится... Наша Земля. Точно. Итак, почему Млечный Путь так называется? Если внимательно всмотреться ночью в ясное небо, то можно заметить на нем размытую белую полосу. Вот так вот мы покажем, как это выглядит. Древним грекам она напоминала небесную дорогу, по которой, согласно легенде, пролила молоко богиня Гера. Поэтому греки и называли эту полосу Молочная Дорога или Млечный Путь. Самое интересное, что и термин Галактика происходит от греческого слова Галаксис, которое переводится как Молочная. Представляете? А это вот древнегреческая богиня Брака и семьи Гера. В честь пролитого ею молока и названа наша Галактика. Так, что у нас дальше? Галактический центр Млечного Пути. А ты понял, почему Млечный Путь называется Млечным Путем? Не очень. Потому что существовала легенда и существует, что богиня Гера пролила молоко на эту дорогу. Ну, а греки, древние греки, греки это нация такая. Так вот, эти люди, они жили в древности, у них еще не было такой техники, как у нас. И они смотрели на небо и видели вот этот Млечный Путь, вот этот Млечный Путь, вот видя вот такой дороги, видишь, на небе. И у них была легенда, что богиня Гера, это богиня Брака и семьи, она пролила молоко на небо. И вот они назвали это Млечный Путь. Понял? Можно было назвать Путь Молока. Можно было. Ну, они это красиво, поэтично решили назвать. Ну, окей, читаем дальше. Галактический центр Млечного Пути. Галактический центр находится на расстоянии 28 тысяч световых лет от Земли. В нем расположены огромные звездные скопления, а также вращающееся и расширяющееся газовое кольцо, которое тяжелее Солнца в 150 тысяч раз. Фига себе, Солнце-то тяжеленное, а это в 150 тысяч раз тяжелее. Ученые нередко называют это место космической лабораторией, ведь в нем постоянно появляются гигантские газопылевые облака, из которых образуются все новые и новые звезды. А в самом центре ядра Млечного Пути, состоящего из миллиардов старых звезд, размещается гигантская черная дыра. Ааа, черная дыра. Ты знаешь, что такое черная дыра? Да, да, если они близко подходят, там, например, космонавты или ракеты, то их сразу зачесывают, и они там умираются. Правильно, мы не знаем, что происходит в черной дыре, но черная дыра – это такое место, где такое притяжение, оно все в себя втягивает, и даже свет. Даже свет не может вырваться из черной дыры, оно все в себя затягивает. Так, что у нас дальше? О, а дальше у нас как раз про черные дыры. Что же у нас тут интересного написано про черные дыры? А потом и про космические корабли. Ну, конечно, об этом мы почитаем в следующем видео. Все ставим лайки. Всем пока-пока. А зачем нам ставить лайки? Чтобы не быть границей. Точно. Пока-пока.